Я вас приветствую в очередном видео, в котором мы поговорим о том, как настроить кей коллектор, чтобы меньше получать капчи и делать сбор быстрее. Я думаю, что большинство подписчиков моего канала вряд ли пользуются программой кей коллектор, поэтому возможно это видео им не будет особо полезным. Собственно, что я предлагаю? Я предлагаю свой вариант. Вариантов настроек программы кей коллектор очень много в сети. Я искал, подбирал разные варианты и у меня сработал вот это, о котором я сейчас покажу. То есть я настроил программу так, что четверть миллиона запросов я собрал, собирал я по ночам. Три или четыре ночи у меня ушло на эти сборы. Да, это не очень быстро, но тем не менее я не получил ни одной капчи. Хотя у меня антикапча стоит, но капчи я не получил и собственно сбор хорошо шел и все запросы были собраны, нужные мне. Я ни на что не претендую. Специалисты возможно не согласятся, возможно знают какие-то лучшие настройки, но тем не менее у меня это сработало. Меня устраивает такая работа данной программы, поэтому я предлагаю просто свой вариант. И также я искал разные варианты, как пользоваться прокси серверами с кей коллектором. Ну и пришел к тому, что есть сайты, которые предлагают бесплатные прокси сервера, но они практически все не работают. То есть они некоторые работают, какие-то запросы собираются, но очень много ошибок, сбор завершается некорректно. И в общем одни проблемы и затяжка времени. Поэтому я покажу, как я вышел из этого положения и как я настроил у себя кей коллектор. Вот здесь в углу вы видите количество запросов 252 454 и ни одной капчи не было введено. Вот я показываю настройки свои. По сути я ничего особо не менял. Все в основном стоит по умолчанию. Здесь единственное, что я убрал использовать основной IP. Количество потоков поставил 3. Почему 3 я дальше скажу. Дальше в Яндекс Директе. Здесь я добавил 10 или 11 аккаунтов, зарегистрировал в Яндекс Почте. Добавил их в программу. Это опять же нужно для многопоточности и на тот случай, если вдруг какие-то будут забанены. И в саму сеть, вот здесь пункт сеть, я добавил 3 прокси сервера. Они у вас замылены, потому что это мои прокси сервера. Но здесь все очень просто. Добавляются они либо списком, можно вот добавить из буфера. Сюда добавляете. Здесь написано каким образом. То есть здесь IP адрес, двоеточие, порт. Ну и дальше логин и пароль. Либо же просто здесь нажимаете добавить строку. Сюда вводите IP. Сюда порт. Сюда логин. Сюда пароль. И таким образом добавляете прокси сервера. Где их взять, я сейчас также скажу. Количество потоков здесь я также 3 поставил. Ну собственно, вот это и есть моя настройка. Чем она хороша? Как я уже сказал, многопоточность. Мне 3 пока хватает. Если у меня бы была огромная база, которую мне надо собирать, я бы добавил больше прокси серверов. И они бы также отлично работали. Что я могу порекомендовать? Количество потоков ставить ровно числу прокси серверов. Вот у меня 3, я оставлю количество потоков вот здесь в Wordstat 3. Если бы у меня было 6 прокси, я бы оставил 6. Вот таким образом. И аккаунты Яндекса, также желательно, чтобы их было больше даже чем прокси серверов. Вот по сути и все, что я хотел рассказать. Теперь о том, где брать прокси сервера. Как я уже сказал, я пробовал разные варианты. Я пробовал бесплатные списки вот этих бесплатных прокси серверов. Да, какие-то забросы собираются, но очень много вот здесь ошибок выдается. Очень много некорректных завершений, сбора и так далее. Очень много банят аккаунты. В общем, мне не понравилась такая работа. То есть, вы не знаете, что вы пропустили и что вы собрали. Поэтому я не рекомендую использовать бесплатные. Я воспользовался платными. Взял я их вот на этом сервисе. Ссылку я оставлю в описании. Также оставлю промокод на скидку. При заказе прокси серверов вы получите, насколько я помню, 5% скидку. Все это будет в описании под этим видео. И здесь я могу только показать, как их заказывать. Здесь нужно для начала зарегистрироваться. Регистрация очень простая. Дальше заходите вот сюда в личный кабинет. Здесь у меня, вы видите, опять же, замылено, потому что здесь личные данные. Вы видите IP и порт, логин и пароль. Вот эти данные вы будете вводить в кей коллектор. Вот они все здесь сдаются. У меня, как видите, вот они, три прокси сервера. Как их заказать? Когда вы уже находитесь в личном кабинете, заходите купить прокси. И здесь нам предоставляют три варианта. Я использую для личного серфинга вот этот второй вариант. И для своей конфиденциальности, потому что он выдается в одни руки. Но для парсинга нам может подойти и вот этот третий вариант. Он дешевле. Обратите внимание на цены. Он еще дешевле. Используют до трех человек. Но нас это устраивает. И поэтому для парсинга я выбрал вот этот именно вариант. Здесь просто нужно выбрать количество прокси. Сколько вам нужно. Если вы большие базы собираете, вы можете выбрать и больше. Но я выбрал три. Период месяц. Либо же, если можно выбирать сколько вам угодно. Можно выбирать до трех месяцев. А дальше, в принципе, можно их и продлевать. Опять же, в личном кабинете они также продлеваются. И после этого заказываются. Все. Как я уже показал. В личном кабинете все данные этих прокси серверов у вас будут. Они подключаются очень быстро. Как только вы их закажете, они вот здесь у вас появятся. Эти данные потом берете IP-порт. Вводите. Кей-коллектор. Логин и пароль. И он будет работать через вот эти прокси сервера. Ну и как я уже сказал. У меня все это отлично сработало. И я смог четверть миллиона запросов собрать без единой капчи. И соответственно, чем хороша вот эта многопоточность. Тем, что если вы, допустим, у вас в один поток все работает. То есть, вы дали список запросов. И по одному этот список будет проходить. По одному запросу. Один прошел, второй, третий. Если же у вас несколько потоков. То одновременно по два, по три. Ну, в зависимости, сколько у вас потоков подключено. Столько потоков и будет одновременно обрабатывать программа. То есть, в моем случае, я потратил три дня. А если бы работал в один поток, я бы потратил дней десять. На этот же сбор. Ну, приблизительно так. Плюс-минус. Надеюсь, данная информация будет вам полезной. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И до встречи в следующих видео. Счастливо!